Благолы мои, Амуши Господи, Раду медвадие мое, Подмиг нас умоленья моего, Царю мой и Падре мой, Я как тебе помолюсь, а Господи. ПЕСНЯ 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 И разрушив клятву, какую клятву возлюбленные братья и сестры, помните, я не помню. Батюшка, срешение отдам и елы. Да, вот эти. Уже было дана клятва, что семя жены сотрет главу змея. И какая же жена могла стереть главу змея? Матерь и мужа. Вот ее мы прославляем. Рождество Твое, Богородица Дева. Радость, Весильность и Северность. И Господу мы тоже поем на Рождество. Рождество Твое, Христе Божье, восьте мир и свет разума. В нем быть вестам суражей, звездой и удачей. Вот видите, от Матери Божьей из Тебе было все солнце. Вот это солнце правды, кто это? Сам Господь наш Иисус. Он будет, она как бы предвещает всей вселенной, что родится спаситель мира, который сотрет главу змея. И так и есть Господь сокрушил демонов. Помните, как искушал Господа демон? Все тебе, все царство земное, только поклонись. А Господь говорит, отойди и искушайся. И в пустыне тоже враг искушал. Людочка, ты видишь, какое искушение получилось, как разбилось? А Господь сохранил ее. А за грехи нам бывает Господь, что посылает нам и молитвы. Да и большими молитвами, батюшка. Поэтому будем всегда молиться и просить. Можем молиться. Да, что Господь не по заслугам нашим, а только по молитвам Царицы Небесной и Господа нашего Иисуса Христа. Будем всегда верно Господу служить Царице Небесной. Особенно научать детей молитвы. Какую первую молитву детям мы даем? Богородица, тебя радуйся. Благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты жена и благословен площадь этого твоего. Яроспаса родила и седу с нашим. Вот видите, эта седская молитва, она остается на всю жизнь ребенку. Мать эта в первую очередь должна учить ребенка молитвы. Чтоб молитва до конца жизни сохранялась в сердце дичащем. И я очень рад, возлюбленные братья и сестры, что вы любите Господа. Собираетесь в Дому Божье. А благо мне есть приметательство в Дому Божье, нежели жить в сирене и сирене. Видите как? Поэтому благодарите Господа, что наши ножки еще бегают по дорожке. Господь дает нам, а уж в другой раз и сил-то нет. А все равно, Господи, надо, пока еще Господь дает дыхание, надо спешить в Божий храм, молиться, просить. И Господь, все, Госдам Господь говорит. Вот, по вашим молитвам, по вашим слезным прошениям, я буду с вами во все дни. И вот мы вчера говорили о печали, а сегодня мы будем говорить, забывая о себе. Мы должны не только печалиться, но бывает, что должны и забывать сами себя. Это, говорит евангелист Иоанн, пребудьте во мне. Это в ком пребудьте во мне? В Господь и Иисусе, да. И я в вас. Как ветх не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе. Слышите, братья? Так и вы, если не будете во мне, то я не буду у вас. Видите, братья и сестры. Вот, вот какой лозы-то примите. Божьи лозы. И эти ветви должны, что, приносить плоды нам. Древо не приносящее плода. Почекается и в огонь метается. Вот что. Поэтому будем всегда верны Господу. Посмотрим, как же мы верны Господу. Как же мы живем в Господе. Никакой человек не может достигнуть величия сам по себе. Слышите, братья и сестры? Он становится великим лишь по отношению к другой жизни. Лишь теряя свою жизнь, чтобы сберечь ее, говорит Евангелест Матфей, 10 глава, 39 стих. В чем заключается величие патриотизма, филантропии? В том, что ни то, ни другое не вмещает отдельных личностей. Все поглощено любовью ко всему человечеству. Личность человека исчезает в одном общем деле. Слышите, братья? В общем деле. Действительно, каждый из нас только начинает жить тогда, когда он умирает для себя. Ветх не может приносить плода собою, если не будет на лозе. Одно самозабвение не возвышает душу. Мы часто говорим о том, что надо себя забыть, но вопрос о том, каким образом мы это достигнем. Видите, как даже забыть себя, чтобы служить Господу. Хотим ли мы забыть о себе, умирая или рождаясь к новой жизни? Можно забыть о себе о своем горе, одурманив себя наркозом. Но это не что иное, как яд, и в таком средстве одно малодушие. Но есть самозабвение, есть уничтожение боли, достигаемое только живой силой, силой любви, которая заставляет нас, забывая о себе, помнить лишь о других. Вы слышите, братья? Помнить только что? А других. А мы еще достигли этого света. Не достигли, братья еще. А Матерь Божия достигла? Солица Небесная. Потому что из девочек солнца правды, Христос Бог наш. Мамочка наша. Но есть самозабвение, есть уничтожение боли, достигаемое только живой силой, силой любви, которая заставляет нас, забывая о себе, помнить лишь о других. Душа моя, прилепись к глазе, войди всецело в другую жизнь, в его жизнь, сделайся членом его тела, проникнись его духом, пусть молитва Господня сделается твоей молитвою. Молись, чтобы светилось имя его, чтобы совершалась воля его, чтобы водворилось царство его, чтобы человечество было избавлено от лукавого, чтобы грех был побежден силою любви. Когда забывая о себе, в постоянном созерцании Христа Спасителя, ты достигнешь того блаженства, которое приготовил Господь, любящим его. Какая радость возлюбленная. Большая радость. Большая. Большая радость. И вот радость вознеси в своей вселенной. И с тебе, Боже, солнце радует. Вот там солнце возлюбленное, мы сейчас прочитали, что солнце, правда, есть лоза, а мы только что? Две-две-две-две-две-две. И если мы будем твердо на этой лозе, то должны приносить что? Плоды. Плоды любви и радости о Господе. Плоды духоносные. Плоды дары Духа Святаго. Вот что требует от нас лоза, если мы привиты к ней. Но часто, часто мы бываем бесплатными. Только суетимся о своих делах, о своем здоровье, конечно. Господь любит нас. И о нашем здоровье мы должны. Так сказать, никто же себя возненавидит, но питает и греет ее. Я часто сравниваю, думаю, Господи, как же маленькие пташки, воробьишка, синечка, в таком маленьком селе. Они зимой что? Не замерзают. Радуют нас. И мы радуемся, что Господь дает нам такое чудное творение. А она не замерзала. А попроще, попробуй человек, выйти в рубашонке, или вот так, как мы сейчас стоим, зимой-то. Да и сразу, и воспаление, что? И вот так, я думаю, вот я три раза болел воспаление летних. Ага, спать как-то, да, вот финскую войну, и после, в отечестве двойные два раза, и финскую тоже. Ледяшечек поели, ребятки там, помните, я рассказывал, всегда любят побаловаться. Весной ледяшечки. И, знаете, сосульки-то, бывало в детстве, вот, и болезни, вот видите, какие мы, да. А птички и снежку поклюют, и все, и все равно, они живенькие, да. Вот, хорошие хозяева семечек, так, купят, покойно синечек. А муравьишки так, как подстряхло и стряхло, и как-то живут, и не замерзают. Зивно дела твои, мы поем. Зивно дела твои, Господи, вся премудрость и сваление. И кто же были, якима, одна, братья и сестры? Они были что, из рода? Давидовичка. И они имели детей или нет? Нет, они имели. Хотели они детей? Молились сейчас. Они... Слезно. И Аким принялся жертву в Иерусалимский храм. Да. И не приняли его жертву. И он заплакал, ушел в пустыню. Анна, услышав, что не принята жертва, и она молилась, вскорбела, что, Господи, как ты благословил Авраама и Сару и дал на старость им кого? Сызина. Вот. Видишь, как Екатерина знает. Да. Слава Богу. И они также молились, что, Господи, нам старость утешь. Потому что в иудейском народе считалось, тот, кто не имел плода, то есть детей, они считались как бы... Изгоями. Да. Изгоями. Не приняты Господом как бы. И вот они печалились. И она, Анна, видя, как птичка, в гнезде заботится о своих птенцах. Она расплакалась. И Архангел говорил, утешил, будет вам великая радость, у вас будет че и Мария. И вот на старости Господь посылает великую радость Рождество, Рождество Богородицы, праздник, который мы сегодня и празднуем. Скуюша, ташася языцы, и люди, поучишася честны, предсташа цари и земсти, и князи собрашася в купе на Господа Ему, Христа Его. Скушенец. 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 Продолжение следует...